всем самого доброго времени суток и я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я хочу показать вам несколько косметических уходовых продуктов которые я приобрела и если вам интересно то оставайтесь со мной и первая штука которую я собираюсь вам сегодня показать наверное многие они уже слышали многие это видели мне привезли из беларуси это сыворотка для ресниц отзывы на нее были очень хорошие от эвелайн польская марка 5 в одном удваивает объем ресниц удлиняет укрепляет питает и восстанавливает стимулирует рост волос и предотвращает выпадение вот насколько я пользуюсь ежи где-то около месяца я бы не сказала что ресницы прям начали колоситься и знаете так расти грандиозно но по моему они стали немножко получше но у этого средства есть два применения можно применять его как базу потушь а можно соответственно применять на перед сном на очищенные реснички нанести и спать с ней получается мне что-то ночью наносить на ресницы чтобы потом закрывался глаз это все как-то могло в глаз попасть или еще что-то подушки этого зюкать мне это идея не очень понравилось и поэтому я использую эту сыворотку исключительно как базу потушь и что я могу сказать мне очень понравилось вот серьезно обещанный объем она дает то есть даже самая обычная простая дешевая тушь которую вы нанесете после этой сыворотки будет смотреться ну как как минимум как люкс стоит за ресницы будут такие прямо вал очень и очень мне понравилось в этих целях мы конечно же какого-то ухудшения в состоянии ресниц выпадение еще что-то я не заметила наоборот по моему они стали немножко меньше падать то есть у меня была такая проблемка последнее время даже не знаю чем это было связано и и стали немножко покрепче но конечно же это не панацея но вот как база потушь могу смело рекомендовать мне очень сильно понравилось следующее средство которое хочу вам сегодня показать это сушка для ногтей я порой думаю как я без нее раньше жила то есть это супер вещь но вот может быть не конкретно вот это а вообще сушки для ногтей это у меня умная эмаль супер сушка для свежего маникюра привезли мне ее тоже из беларуси и действительно хорошее средство лак высыхает быстрее то есть я наношу в два слоя и где-то через минутку рекомендуют капнуть несколько капелек здесь такая симпатичная стеклянная как сказать пипеточка да и вы вот эта пипеточка прямо вот так на ногтик так и капаете и следить за тем чтобы средство равномерно распределилась по ногтевой пластине то есть капнуть даже не советую три капельки но мне вот одно вот так вот за глаза ну либо у меня капельки какие-то большие и на самом деле лак высыхает быстрее единственный такой недостаток а я заметил что вот производитель заявляет что ногти сушится по мере того как испаряется это средство и средство испаряется и ваш лак соответственно сохнет вот она у меня не испарилась вообще ни разу здесь такая какая-то маслянистая текстура вот она у меня сейчас на ногте то есть легкая такое маслица да то есть лак высыхает я понимаю что он высыхает но это маслица я все равно вижу у себя на ногтях то есть никуда масло не испаряется но это в принципе логично да то есть такой небольшой закон химии что это сколько же времени нужно чтобы испарилась масло поэтому здесь они немножко приврали но потом если помыть руки то средство благополучно уходит с ногтей и на самом деле раза в два если не сказать в три ускоряет сушку ногтей но естественно если вы вот на таким способом высушенные ногти будете воздействовать как-то вот механически сильно то есть вы грубо говоря другим ногтем так сильно проведете по свежему своему маникюр то конечно след останется допустим у меня когда два таких достаточно толстых слоя он останется но если вы где-то будете просто вот так вот ногтями соприкасаться с одеждой такими знаете ненавязчивыми движениями то есть не сувать куда-то пальцы то маникюр ваш прекрасно продержится и потом уже соответственно лак полностью полностью высохнет и приобретет такую устойчивость даже к механическим воздействиям следующее средство мне досталось журналом очень нас здесь греции популярно в журналы засовывать различные косметические уходовые средства порой даже весы положит там фен для волос еще что-то в данном случае это ланджел тушь и консилер смотрю в последние месяцы очень они здесь сильно в греции рекламируют эту фирму то есть вот такими вот как пробниками да но это трудно назвать пробником это грубо говоря полноценное средство просто ознакомливают нас потребителей честно не осталось особо довольны то есть за свои бы деньги я бы это наверное не купила то есть наверное не наверное с большой вероятностью тушь ну так себе и она очень интересно имеет такой эффект на этапе того как вы смываете то есть она такими как как чулок в принципе слазит с ваших ресниц интересный такой эффект но потом эти чулки они приклеиваются по всему лицу то есть одной стороны да прикольно да то есть что нет лишней мазни то есть если бы вообще той мазни не было как вот тушь дает я бы на нее наверное уже молилась на эту тушь но она все равно дает какие-то вот панда эффект если вы там будете как-то глаз сильно тереть и вот этот вот эффект чулка когда вы снимаете тушь с ресниц как чулок консилер где он у нас здесь консилер кстати в этом продукте еще такая проблема найди консилер и тушь где на то есть первого раза угадываешь редко консилер вообще не мой оттенок сильно он не темные и плюс перекрывающие свойства у него вообще никакие посмотрите да то тоже нашу туда супер консилер так обильным таким слоем вот буквально пальчиком растушевала ну татуаж там где был там и остался в принципе вообще не перекрыла ничего то есть вы видите да даже самое минимальное я на лицо его просто не пробовала наносить то есть я боюсь такие продукты которые вот тональный крем консилеры неизвестных мне марок но вот единственное от этой фирмы мне очень понравился он у меня сейчас на губах вот этот блеск я вообще просто в восторге он не липкий он увлажняет он не сушит супер средства вы можно нанести как плотным слоем либо вот так вот легонечко буквально такой полупрозрачные я вообще в полном восторге то есть удивительно да в одной и той же марки могут быть ну вот какие-то удачные средства какие-то ну прямо вообще гадость гадость зря затраченная энергия на их производство дальше нашла я наконец-то в греции марку катрис то есть раньше я смотрела я и вообще нигде найти не могла сейчас я в honda центре глифаде нашла стендик такой приобрела сразу лак он у меня кстати на ногтях лак очень понравился вот этот оттенок мне вообще идеально подходит это у меня 57 очень симпатичненький и взяла также каял каял у нас идет для водной линии я в принципе для этих целей его и брала он такой знаете розово-перламутровый вот если видно конечно сводчик вот тут вот конечно все знают да что близость розовых теней либо розового карандаша к вашим соответственно глазкам глазному яблоку розовый цвет дает такой эффект уставший глаз поэтому советуют как-то его чем-то отделять но вспомнив уроки крыгиной которая очень сильно любит и рекомендует розовый каял от и фраше я думаю почему бы не попробовать в принципе он стоит совсем недорого и посмотреть вообще как этот розовый эффект будет смотреться на водной линии потому что в основном я использую либо белый каял либо бежевый каял розовых у не было никогда вот по той самой причине уставших болезненных глаз которые могут сделать эти карандаши что могу сказать продукт какашка если честно но по крайней мере для тех для того использования на которые он заявлен то есть каял это продает подразумевает водную линию с водной линии скатывается наверное он у меня рекордсмен по скатыванию то есть если другие каяла еще к хотя бы там часик где-то держали потом так уходили в небытие то этот много минут пять он испарился был ли там у меня каял начинаешь присматриваться то есть я сразу решила протестировать думаю нанесу и подожду сколько сколько будет держаться буквально я за кофе сходила до до кухни обратно пришла его там уже практически не было ну ничего себе скорость то есть если его где-то возможно в уголке глаз как подсветку какой-то применять либо под бровь но для этого я чаще всего пользуюсь сухими продуктами то есть оказался такой ну бесполезная штука для меня также заодно был там рядом стенд и essence купила себе лак этот оттенок беру уже не первый раз очень мне нравится по стойкости но смотрите такая бюджетная косметика я бы не сказала что это самый супер стойкий лак в моей жизни конечно где-то с кончиков он возможно будет как-то откалываться постепенно да но два дня он выдерживает стабильно даже три дня и это без базового покрытия плюс еще польстилась на глоссе стык это у них помада упаковка кстати да то есть я особо не пользовалась она у меня стояла в стаканчике просто и она уже смотрю затерлась как будто ежи ну лет десять какой приятный ох нюдовый оттеночек неплохая помадка ну прям я не могу сказать что я в бешеном восторге но так знаете побаловаться новые оттеночка в коллекцию стойкость у нее конечно такая средненькая к я бы даже сказала низкой ну что делать бюджетные продукты и плюс она не сушит губы как есть некоторые продукты от essence и от других марок безбожно для меня это знаете такой серьезный плюс прикупила также себе бьюти блендеры от очень дым когда-то я брала и он был один здесь же они идут наборчики извиняюсь пошуршала розовый розовый я только что использовала поэтому вот он такой большой стал и вот такой вот маленький он сейчас сухой зелененький для проработки каких-то мелких деталей что могу сказать вот тот который был раньше мне нравился намного больше здесь вот кстати один из его минусов он не промывается вот с первого раза как я его использовала на нем осталось вот этот вот цвет и она просто отсюда не выходит чем бы вы его не терли то есть это существенно такой минус потому что ну выглядит это неэстетично плюс здесь такая знаете закругленная попка мне же допустим нравится больше чтобы был ровный срез то есть это закругленная попка за счет того что она такая выпукла вы получается работаете только вот этой вот гранью самой маленькой и это очень очень сильно замедляет вашу работу то есть если спонжем он бьюти блендером от реал техник я носила макияж буквально за минуту то здесь приходится стараться совсем им не понравился этот оказался бесполезным почему потому что я не прорабатываю знать мелкие зоны бьюти блендером для этого я использую кисточку от зоева 142 консилер идеальная кисть кисть палец какие еще называют под глаза все 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 недостаточки именно я его делаю и еще купила себе средство от пансин маску восстанавливающую ничего сказать ни хорошего ни плохого не могу для чего я беру такие маски у меня есть серьезный уход типа вот таких вот средства вариант для сильно поврежденных волос керастаз для них же и я использую раз в неделю в остальные же разы когда я мою голову мне просто нужно что-то нанести что-то чтобы питала мои волосы прям вот жирным слоем не жалея и я периодически покупаю себе средства из масс-маркета именно вот с этими целями чтобы потом облегчить расчесывание все-таки волосы напитались на нашу не от корня где-то вот отсюда и прям так жирно знаете и растягиваю их по всем волосам и особенно на кончик запах очень приятный запах мне нравится и неплохо так неплохо увлажняет волосы потом у меня были я их очень легко расчесала после этой маски прям не было очень даже удивительно как такое получилось но тем не менее ну а на этом у меня все рассказала показала были такие небольшие покупочки всем огромное спасибо за внимание если вы пользовались чем-то из того что я сегодня показала обязательно пишите в комментариях понравилось вам не понравилось и ну либо если вы можете мне что-то такое интересное порекомендовать попробовать обязательно тоже пишите ну а я всех целую и всем пока пока а